Приветствую всех любителей ПВЗ Дичи. Сегодня я дам ответ вам на загадку, которую загадал в воскресенье. День был выходной, так что на отсутствие времени жалоб гораздо меньше. Да и количество ответов в размере 2130 штук за 12 часов говорит о том, что многие успели написать свои варианты. Прочитал я все 2000 и отобрал 8 лучших. Через минут 20-30 мы их узнаем. Прежде чем начать видео, я напоминаю, что все победители для связи со мной должны написать в телеграм-аккаунт, ссылку на который я оставляю в описании и закрепленном комментарии. Убедительная просьба не писать тем, кто не будет назван в конце видео. После каждой загадки 10-20 человек пытаются меня обмануть, но определить настоящих победителей проще простого. Так что я вас предупредил, переходим к ответам. Сейчас посмотрим, что здесь. Пойдем по порядку локаций. Начинаем с египетских зомби, и тут сразу же очевидно, что обычная мумия не сможет оказать помощи Йети. Вообще способов оказания этой самой помощи всего два. Первый это нажать на кнопку с каменной ловушкой и таким образом уничтожить васаби и бонгчоя, а вторая это непосредственно атаковать или создать помехи этим двум растениям. Есть еще пара пограничных вариантов зомби, которые оказывают помощь снежному зомби третьим способом, но об этом позже. Видео я буду иногда ускорять, потому как зомби бывают очень медлят, а мы люди занятые и времени у нас нет. Надеюсь, никому не нужно объяснять, что если Йети никто не подсобит, то бонгчою и васаби хватит времени на уничтожение мехового мешка. Появляется уже мумия с конусом на голове, и эта нечисть может подобиться на прохождение мимо двух боксеров. Наверняка это может посадить семя сомнения в голову отгадывающих, ведь если даже конус доходит до нижней полосы, то чего уж говорить о более прочных мертвяках. Конусов, кстати, никто не называл. Оно и понятно. Все-таки два Джека останавливают зомбаря в паре шагов от кнопки. По аналогии уже можно понять, что ведроголовый тем более сможет спуститься вниз, и там все будет зависеть от мощности пламени двух тыквенных поджигателей. Но на самом деле все совсем не так. Ступив на центральную полосу, с этого мертвяка магнит срывает ведро, и теперь мы знаем, как легко бонгчоя расправиться с обычной мумией. Я не стал на этот раз выпускать разного рода базовых зомби, существующих в шкале прочности между ведроголовым и пирамидоголовым. Сразу же перешел к максимально прочному базовому мертвяку, и вот таких зомбарей упоминали достаточно часто. Обычно формулировка звучала так. Все самые прочные базовые зомби. Что ж, спешу огорчить вас, но ни один из подобных мертвяков не может выдержать двойную порцию зеленого пламени Джеков, так что это ошибка средней чистоты упоминания. Посмотрим на то, как зомби ответят огнем на огонь. Первым делом отвечать будет исследователь с факелом. Этот зомби опасен именно своим огненным жезлом, но по другим характеристикам он совершенно посредственный товарищ. Конечно, бонгчоев ему удалось сжечь и спуститься в самый низ, а там уже он сам превратился в пепел. Теперь модернизированная версия факелоносца, которая имеет дополнительное слово ветеран в названии. И вот этот исследователь как раз имеет прокаченные характеристики. За счет своей скорости он очень быстро передвигается, плюс имеет увеличенное количество здоровья. И все же данные плюсы ему не всегда позволяют добраться до кнопки. Но давайте на нем остановимся поподробнее. Дело в том, что это оказался очень специфический персонаж. Да, за счет скорости он постоянно будет доходить до нижней полосы, попутно уничтожая бонгчоя и частенько ему даже будет удаваться нажимать на кнопку ловушку. Причем достаточно часто он будет показывать различные результаты, так что это пограничный ответ. Зомби-ра я не стал добавлять в видео, это вообще в данном испытании обычная мумия, которая ни на что не способна. А вот некроманта пару раз даже упомянули в ответах. Писали, что он может подойти, если кинет кости на полосу с васаби. Однако в таком случае растения даже не обращают внимания на надгробие. Даже если создать каменную плиту на клетке около йети, то это все равно не поможет снежному человеку. С фараоном была та же песня, что и с очень прочными зомби, только фараона называли совсем уж редко, видимо, пометуя о том, что он не такой прочен, как, скажем, пирамидоголовый. В общем, это правильное решение, данный зомби не помощник йети. Так как некоторые импы обладают скиллами, то приходится проверять их всех. Египетского я взял в пример того, что будет с импом без скиллов. После него я не буду проверять подобных, ибо смысла в этом ноль. Этот чертенок не преодолел даже место с двумя бонгчоями. А сейчас будет привет всем, кто писал ответ «Все гаргантюа». Таких было на самом деле не так, чтобы много, но все-таки попадались. А может быть они-то и были правы? Вот бы сейчас удивились все, кто указал только некоторых гаргов. Ну да ладно, чего гадать, давайте посмотрим. Тем более, что громила уже на пороге каменной ловушки. И тут ему приходится сначала замахнуться на магнит, потом размахнуться импом, и, короче говоря, этого времени вполне хватило джеком, чтобы сжечь обычного гарга. Это неправильный ответ. Чуть не забыл про этот паровозик из глиняных щитов. На мое удивление их тоже несколько раз назвали. В целом теория имеет право на жизнь. Вдруг они подойдут к джекам по очереди, тыквы начнут палить, израсходуют все свое топливо на первых двух-трех мумий, а остальные беспрепятственно нажмут на кнопку и прощай васаби с чоем. Звучит очень складно, но на деле происходит крушение надежд и глиняных щитов, а кулаки двух боксеров. Эти мумии вообще даже не могут спуститься вниз. Я серьезно, ни одна из шести мертвичин не переживает встречу с двумя капустами. На этом с Египтом покончено. В зачет идет только факелоносец-ветеран, да и то погранична. Переходим к пиратам, и это одна из самых богатых направленные варианты локаций. Зомби, который катит бочку, появляется своим ходом, об этом я говорил еще в условиях загадки. Механика данного вида в принципе уникальная для игры, поэтому разрабы поленились отдельно для него придумать что-то с бочкой на бассейнах. Отсюда эта дичевая ситуация с катящейся тарой. Она отдельно от зомбаря перемещается вниз, и именно бочка своим хитбоксом в итоге нажимает на ловушку. Атакующие Йети растения вышвырнутся с лужайки, и теперь Бигфут пойдет к подсолнуху. Пират с бочкой – это первый стопроцентно правильный ответ. Следом выкатывается пиратская пушка с импами. Делает это она тоже своим ходом. Многие писали, что она может стать верным ответом, если при финишном залпе попадет одним импом на кнопку с ловушкой. Но тут все гораздо проще. Первый же коротышка летит к васаби, при этом растение отдает приоритет цели в левой стороне экрана. А Бонг Чой не смог защитить своего партнера. То есть теперь Чой будет вынужден в одиночку отбиваться, и ему совершенно точно не хватит времени. Пушка тоже верный ответ. На очереди пират привязанный к чайке. Легко догадаться, что он перелетит через клетку с бассейном и отправится к драчунам. Причем перелетать он их не будет. Пират вгрызается в васаби, и происходит повторение ситуации с импом из прошлого захода. Несмотря на то, что Чой отбился, на Йети у него сил не хватит. Естественно, пират, который летит на пеликане, имеет еще больше шансов на успех, ибо пеликан – это улучшенная чайка, да простят меня орнитологи. Очевидно, это тоже верный вариант, хотя боксер снова не дал пролететь зомбарю к ореху. Пока что 4 из 4 верных ответов среди пиратов. Пирата на веревке нужно не спавнить, а дать ему попытку взять растение на абордаж. И тут есть один момент. Обычно я делаю задержку при спавне в 3 секунды, чтобы зомби появлялись после мешающих красных надписей. По условиям же загадки, и Йети, и помощник должны появляться одновременно. Когда я спавню Йети с обычной своей задержкой, то пират на веревке вылетает чуть раньше Бигфута, что позволяет васаби атаковать именно пирата. Соответственно, затем уже оба ближника развернутся и начнут бить только появившегося Йети. Скорее всего, из-за задержки в спавне Йети на пару секунд можно получить результат, когда этот вариант будет помогать снежному зомби сбежать от растений. Однако это уже внешний фактор. Без него зомби-головорец является абсолютно точно неправильным вариантом. Пока что 4 из 5 пиратских вариантов идут в зачет. Остался только капитан корабля со своим попугаем. Его, по идее, нужно было бы выпустить своим ходом, потому что попугай не всегда вылетает при спавне. Но мне сегодня везет, и мы можем видеть, что птица утащила смородину. Казалось бы, вариант не подходит. Но ведь есть шанс, что попугай утащит орех, и с этим тяжело поспорить. Вероятность этого мала, но все-таки есть. Пусть это будет пограничный вариант. За него не будет ни плюса, ни минуса. Ну а сам капитан тут совсем безобидный. Следом очень похожий бородатый оборванет. Только он уже не пират, а какой-то старатель из Дикого Запада. Его, кстати, тоже иногда называли. Версии его помощи было две. По одной он просто сразу же перелетел к подсолнуху и дело с концом. Это точно неверный вариант. Ибо фитиль горел долго и старатель ушел с первой дорожки. Еще некоторые думали, что смородина его откинет к ореху, однако этот зомби на любой дорожке погибнет от электричества, так как является совсем хилым товарищем. Что общего у бочки и пианино? Это основополагающий вопрос в случае с зомби-пианистом. Дело в том, что его музыкальный инструмент очень объемный, и хитбокс у него тоже, видимо, подставь. Скоро мы это увидим на практике. Зомбак очень медленный, и можно было бы даже подумать, что его успеет развалить два бонгчоя. Хотя на самом деле тут тоже свою роль сыграет этот самый хитбокс. Пианист легко давит капусту, даже находясь по большей мере на клетке с бассейнами. Именно эта особенность позволяет ему наехать и на кнопку-ловушку буквально мгновенно, как только он оказывается на нижней полосе. Так что джеки здесь не смогли спасти друзей от каменюки. Пианист это еще один верный ответ. Есть на Диком Западе свой вид бронированных зомби. Это, конечно же, зомби со стальной пластиной под пончо. Только проблема в том, что здесь имеется магнит, который стянет пластину, как и ведро с головы ведра голового. Хотя и с пластиной он точно бы не прошел мимо джеков. Так что тут смотреть особо не на что. Появляется Куровод, и вот его, к моему удивлению, достаточно часто упоминали. Я с трудом представляю, как он может помочь Йети даже теоретически. Кто-то из ребят, давших один из лучших ответов, вроде бы что-то расписывал про него. Но я не верю, что курицы могут здесь что-то сделать. Они выскакивают уже на первом чое, и даже представив, что все побегут по нижней полосе, я не вижу у них никаких шансов доскакать до кнопки. Короче, это неверный вариант. Еще одна живность, которая на самом деле и вовсе не живность. Это зараза, хоть и быстрая, когда возьмет разбег, но не настолько, чтобы проскочить через бассейны. Запомните этот момент. Доскакав до Бонгчоя, бык решает выбросить импа. А знаете почему? Потому что у него тоже габаритный хитбокс, и он триггернулся на первую же капусту, затем сместился из-за бассейна и теперь пойдет в самый низ, где опять же этот хитбокс активирует ловушку. Еще один ответ в зачет. Я не зря попросил вас запомнить тот факт, что обычный бык не настолько быстр, чтобы проскакивать мимо бассейнов. Дело в том, что черный бык чуть быстрее, и вот он, набрав скорость, не сместился ниже второй полосы. Допускаю, что он может оказаться в центре, но ниже уже нет. Короче, этот бычок является очень коварным неправильным вариантом. На нем погорело очень много ответов. Некоторые даже, видимо, повелись на его титул ветерана и указали именно его, а не обычного быка, что является еще более грубой ошибкой. Начинаем тест зомби из ледникового периода. Сразу же есть тут один вариант, который иногда упоминали. Толкатели хоть и появляются со своими поклажами, но дальше первой клетки толкнуть их не могут. Это известная штука в игре. Не толкаются глыбы льда по клеткам вроде бассейна. То же касается и статуи, и аркадного автомата. Короче, этот вариант мимо. Ну а сам троглобит будет сожжен джеками. Если уж гарги горят, то троглобит и подавно. Мисс Ласачница — это почти куровод, но ласки все-таки попрочнее и в то же время медленнее. Может они как-то умудрятся нажать на кнопку? Или может они съедят смородину и сделают то, на что надеялся старатель? А именно на переброску к ореху по смертным скиллам электрического растения? Да ну нет, это неправда. Никуда ласки не денутся от кулаков бонгчоя и электричества смородины. Птица дудо и ее наездник — это что-то среднее между ходячим и летающим зомби. Однако этого достаточно, чтобы перелететь через бассейн и не сместиться вниз на растерзание к бонгчоям. Конечно, впереди еще есть васаби, но это растение, как я уже говорил ранее, отдает приоритет цели слева, поэтому птица склевывает кнута под самый корешок. Дудо не прочь бы склевать своим огромным клювом и капусту, но тут уже силенок не хватило. Зато и ее действий хватит Йети в качестве помощи. Это правильный вариант. Для меня стало неожиданностью то, что было несколько десятков упоминаний зомби-охотника. Ладно, если сомнения насчет его способности бросать еще могут быть, но вот как можно было подумать, что он заморозит васаби кнута? И тем более джеков. Этот негодник может морозить только бонгчоев, но это никак не скажется на исходе сражения. Досматривать тут уже нет смысла. Гаргантюа и зимние локации я все-таки решил проверить, потому что он бросает трех импов. Может, там что-то получится, и джекам не хватит огня на них, или еще какая-нибудь непредсказуемая дичь случится. Выпустил я этого громилу и начал наблюдать. Всю лужайку по диагонали он проходит без проблем. Самое интересное в конце, на нижнем ряду. Хотя ничего интересного не произошло. Сгорел он, как и другие его коллеги. Со льдом покончено. Переходим к зомби из Лос-Сити. И первым идет копатель. Кстати, его пару раз тоже упомянули. Говорили там что-то про отнимание лопаты, еще что-то. Ну, короче, с фантазией у вас проблем нет. Проблема лишь в том, что копатель это неправильный вариант. И всего-то. Иногда мне так не хочется в разных видео, связанных с проверкой, демонстрировать очевидно неверные варианты. Но я все-таки душнила, поэтому приходится показывать всех. Дама с зомтом не исключение. Хотя тут даже нет растений катапульт. Чем она может оказать поддержку Йети, я ума не приложу. Естественно, дама ее и не окажет, а лишь неумолимо проследует в крематории имени братьев Джеков. А теперь нас ждет интересный вариант. Тут подвох в том, что видов зомби на стрекозе целых три. Обычный, конусоголовый и ведроголовый. Плюс еще некоторые участники ожидали, что бонгчой хлопнет насекомое, и зомби будут уничтожены. А на деле все происходит совсем иначе. Даже самый простой базовый мертвяк пролетел к ореху и скрылся за широкой спиной Йети. Теперь стрекозе вообще не грозит урон. Ортов, пожирающих броню ореха, стало в два раза больше. В общем, это правильный ответ. Точнее, три правильных ответа. Рвите волосы на голове тех, кто писал, что пролетит только ведроголовый. Как вы могли заметить, на картинке к загадке лужайка не оснащена золотой клеткой. А отсюда следует, что палатку данной имп расправить не сможет. Сам он попрощнее, чем другие коротышки, но все-таки тут гарги горят, чего уж говорить о мелком прохвосте. Да и на самом деле палатка вряд ли бы сыграла роль. Позже будет пример, который это подтвердит. Следом один из самых распространенных ответов. Пока не скажу, верный он или нет, но разъяснять тут нужно многое. Вероятно, все, кто его упоминал, думали, что дед сразу же зарядит череп и выстрелит в васаби. А вот и нет. Дед вступает на бассейн и идет вниз. Тут я могу допустить, что если мы его выпустим своим ходом, то он может выстрелить. Но я уточнял, что своим ходом идут только зомби, теряющие свои скиллы при спавне. Даже не думайте причислять к таковым деда. Он ничего не теряет, ведь позже он все-таки осуществляет выстрел. Вот Олстар безвозвратно теряет свою способность бежать и таранить. А дед нет. Никаких споров на этот счет не принимаю. Дед в моих условиях неправильный вариант. В случае с расхитителем гробниц, я даже не стал убирать задержку у Йети. Просто потому, что расхититель гораздо прочнее того же головореза на веревке. И ему по барабану. С задержкой Йети или нет. Он в любом случае окажет достаточную помощь. Более того, он вообще сожрет не только васаби, но и даже Чоя. Это вариант без каких-либо но и если. Будущее наступило уже сегодня. Начинаю я его с прилета зомби на джетпаке. Как и другие летающие зомби, он имеет большие шансы на успех. Правда, его подкачали природные данные. Скорость очень мала, а запас здоровья не сказать, что большой. У него всего лишь 320 хп, и все их отнимает Бонг Чой. При этом Кнут даже не отвлекался от порки более жирной цели. Теперь встает вопрос, достаточно ли времени отнял у Бонг Чоя этот летун и использовал ли это время с пользой Йети. Для этого, к моему большому сожалению, нужно досмотреть эксперимент до конца. Чтобы не было скучно, давайте попутно посмотрим, как готовят к употреблению Бонг Чоя. Бонг Чоя. Стоп! Победа! Про капусту досмотрите на досуге, а у нас более продвинутая версия Литуназ с джетпаком. Ветеран и быстрее, и прочнее, и вообще круче. Это безоговорочно правильный вариант. Кстати, был один очень хороший ответ, в котором было написано «Зомби с косморанцем». Мне кажется, там имелся в виду именно ветеран, но так как слово это не было добавлено, а к тому же существует обычный зомби с косморанцем, то я не могу засчитать этот вариант. Уверен, что человек, давший этот ответ, сейчас понимает, что речь именно о нем. Обидно, но нужно писать точнее. Вообще, с этими всеми ветеранами много подвохов и хитростей. Я бы даже вообще их не стал учитывать, если бы среди них не было очень интересных вариантов. Вот, например, протектор и его версия ветерана. Сейчас едет простой трактор, и вы должны обратить внимание на его экран. Он растянут на ширину трех дорожек, что окажет определенное влияние на ход событий. Как только щит оказывается в зоне поражения пламени джеков, тыквы сразу начинают палить, что есть сил. И сил у них достаточно, чтобы вырубить экран и еще оставить на сам трактор, который в итоге через некоторое время сам изгорит. А вот с ветераном все немного иначе. Давайте сразу же ближе к делу. Экран опускается на нижнюю полосу, и что мы видим? Оба джека тужились, тужились и растратили все горючее на этот злосчастный экран. А он так и не отключился. Это дало возможность трактору спуститься вниз и беспрепятственно доехать до кнопки. Вот вам и отличие ветерана-протектора от обычного трактора. Это законный, верный ответ. У роба-конуса тоже есть более прочная версия. Сначала идет обычный конус, у которого 2500 хп. Это на 1100 меньше, чем у гаргантюа, соответственно, ничего хорошего оранжевую машину не ждет. Тыквы ее испепелят на раз. А вот у ветерана вроде бы 4000 хп, если мне не изменяет память. Сразу же посмотрим, что будет с ним под огненной атакой светильников. А с ним будет полный порядок. Механизм легко выдержал атаку и наступил на кнопку. Еще один верный ответ в копилку. Идет коварный меха-футболист, который не собирается никого есть, его наоборот растением не корми, дай кого-нибудь потолкать. Очевидно, что мимо бонгчоев он со своими 2000 хп пройдет. Можно было бы поволноваться за его прочность при воздействии пламени. Но зачем, если эта машина просто толкнет магнит на кнопку и дело с концом? Достаточно хитрый, правильный ответ. Имеется среди зомби из будущего и пограничный вариант. К нему относится робогард. Огненную атаку джеков он не выдержит и кнопку нажать не сможет. Через бассейны тоже не перелетит как летающий зомби. Так как он тогда может быть пограничным? А так, что он может сжечь или повредить одно из трех растений на первой полосе с помощью лазера. Сожжение любого из них приведет к поражению. Мне правда так и не удалось поймать такой момент, но никто же не будет отрицать, что такая вероятность имеется. Считаю это пограничным вариантом. Да и в ответах большинство со мной были согласны. Ну и последний представитель локации далекого будущего это дискотрон. Его нужно выпускать своим ходом, иначе он может отказаться призывать своих рыжих приспешников. Дискозомби по своим характеристикам это аналог обычного летуна на джетпаке, так что в единственном числе такой зомби не несет спасения для Йети. А вот когда дискотрон призовет хотя бы вторую волну летающих танцоров, то тут уже все. Снежный человек от зомби избежит смерти. Сначала будет отвлечен Бонгчой, а по мере прилета все новых и новых дискозомби некоторые из них и вовсе пролетят к стенореху. Это правильный ответ. Темные века на очереди. Первым идет шут, и ему пора петь песенку «Эх, зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила?» По крайней мере сегодня эта песенка ему точно подходит, ведь он совершенно бесполезен в плане помощи для Йети. Бонгчой он пройдет, потому что достаточно крепкий, но вот пламя ему уже не пережить. А теперь встречаем, наверное, самую распространенную ошибку загадки. Маг из Темных веков. И его я, между прочим, тоже спавню. В таком случае он не колдует до спуска на одну полосу ниже. А главный момент тут в том, что он первым делом превращает в овцу растение перед собой, как бы далеко оно не было. То есть сначала это будет смородина, а затем он почему-то всегда атакует Бонгчоя. Ни разу я не видел, чтобы он атаковал васаби. Ну а после, спустившись еще ниже, он уже точно не доберется до кнута. Перед ним будут все новые и новые кандидаты на превращение поближе. Но и маг имеет версию ветерана. И этот тоже не собирается колдовать с места в карьер. Этот зомби также спускается вниз, а там проделают все по шаблону первого волшебника. Сначала атакует смородину, однако почти не берет паузу и сразу же превращает в овцу Бонгчоя. И вот далее, в отличие от своего предшественника, он начинает колдовать как сумасшедший. В итоге он выведет из строя не только васаби и Бонгчоя, он даже орех проклянет. Это ответ в зачет. Несколько раз на глаза попадался вариант с импом-драконом. Логика в этом определенно есть, ведь джеки его не смогут сжечь, лишь бы коротышку не убил Бонгчоя. Кто-то даже в ответе так и написал, мол, надеюсь, что пройдет Бонгчоя. Что ж, надежды не оправдались. Это минус один балл. Начинается дискотека. Первым зомби из неонового микстейпа идет Панк. Он идет первым и погибнет, соответственно, тоже первым. Причем нетипичным образом. Ему довольно быстро оторвет голову магнит. Даме на роликах так просто оторвать ничего не получится. А еще эта зараза жутко медленная. Смотреть мне на нее совсем не хочется. Давайте ближе к итогу ее проката. Итог прискорбный. MC зомби тоже не самый расторопный товарищ. Это точно не Eminem и даже не Баста Раймс. Читает он как черепаха и двигается под стать. Хотел бы я, чтобы его как можно быстрее прикончил первый же Бонгчоя, но этого не будет, потому что MC сам прибил капусту микрофоном. Да и следующая капуста ту же участь разделит, но сначала ее разделит магнит. Хорошо, что хотя бы кнопку-ловушку нельзя активировать микрофоном, иначе растениям было бы не сдобровать. На старте загадки многие, видимо, не поняли условий, и все начали писать первым делом брейкденсера. Не знаю, с чего можно было подумать, что зомби будут выходить не поодиночке, но, видимо, именно так большинство и решило. Если бы я выпускал мертвяков кучами, я бы спросил способ, а не вид зомби. Так что сегодня подталкивать этому танцору некого, и он никак не поможет Йети. Бумбоксер – это моя личная боль. Сами посудите, это отличный вариант для зачета, ведь у него крутая механика, и это был бы шикарный ответ. Зомби, который заставляет васаби и бонгчоя перестать атаковать Йети. В целом-то он действительно так и сделает. Врубив свою музыку, все растения попадают под ее дурман. Вот только этой передышки Йети окажется недостаточно для прорыва. Да, я сейчас заспойлерил, но, как уже сказал, это моя боль. Я бы и сам хотел, чтобы это был правильный вариант. Но это не так. Зато мы с вами получили шанс досмотреть метод подготовки бонгчоя, к употреблению. Ну вот, я вам не соврал. Для проверки следующего зомби нам не хватит целой поваренной книги, ибо толкатель аркадного автомата бросит его в самом углу и больше до автомата никто не достанет. Он так и будет плодить зомби, а сам толкатель станет жертвой светильников. Было одно предположение от кого-то, что 8-битные зомби в итоге дойдут до кнопки, взяв количество, но на самом деле я достаточно долго наблюдал за этим делом, ничего у них не получилось. На самом деле, Васаби и Чой раньше прикончили Йети, чем 8-битные создали хотя бы видимость угрозы кнопки. Давайте уже к следующему варианту. А следующий это сам неоновый гард, которого мы недавно мучили на стриме, хотя надо еще разобраться, кто кого мучил. Данный громила без своей музыки разделил бы судьбу других обычных гаргантюа, но тяжелый металл делает из него настоящую угрозу растений. Кстати, где-то прочел, что он якобы не справился. Может, его как раз без музыки и проверяли, ведь он реально только в таком случае может погибнуть и не выручить Йети. А в моих условиях он 100% вариант. Чем мне нравится Юрское болото, так это тем, что тут всего пара зомби на проверку и не придется застревать тут на полчаса. Простого задиру я вообще не стал выпускать. Зачем это делать, если его вообще почти никто не упоминал? А вот его старшего товарища очень много раз указали в ответах. Да, он очень прочный, да, с ваншот-атакой, но он все-таки менее прочный, чем даже обычный робоконус, так что этот дубина не смог справиться. Соответственно, обычный задира тем более мимо. Зато Юрский гарг имеет ХП до самой этой, как ее там. Забыл, что хотел сказать. Ну ладно, шутки в сторону. Юрский гарг один из двух самых прочных в игре, и у него аж 5400 хп. С таким конским здоровьем вполне можно попробовать пережить огонь двух джеков и нажать на кнопку. Правда, эта махина одна из самых медленных в игре, так что опять придется скучать, но уже без всяких рецептов. Магнит он раздавил, импов бросил и атаку тоже пережил. Путь к ловушке свободен, и этот зомби отправляется в зачет. В условиях я сразу указал, что воды на лужайке не будет, поэтому давайте из пляжных зомби я не буду проверять хотя бы водолаза, ведь это вообще задохлик, когда он на суше. Сёрферов проверю только ради пары ответов, которые, видимо, думали, что он долбанет доской по кнопке с ловушкой, как Агутин в одном меме. Конечно же, никакая доска никуда не долбанет. Даже магнит остался цел. Ну а окта я проверю уже по совершенно понятным причинам. Это второй по распространенности неверный ответ. Да, наверняка появись он своим ходом, он бы, может быть, и начал кидать моллюсков пораньше. А в моей загадке он всё-таки появляется спавном и швыряет первого осьминога, будучи уже на второй полосе. Делает он это по тому же принципу, что и маг. Так что, Йети, извини, но твои почки сегодня выйдут из чата. А сам октозомби будет приготовлен по всем традициям японской кухни. Если хотите, можете досмотреть и записать себе рецепт на будущее, а я, пожалуй, помолчу. Мы добрались до Modern Day. И тут целых два газетчика. Начну с обычного. Так как обоих этих товарищей частенько писали в ответы, обычно это писали те, кто считал, что разного рода прочные мертвяки тоже могут быть правильными вариантами. Как мы уже поняли, это заблуждение. Я имею в виду всяких кирпичеголовых. А вот газетчик может после потери газеты ускориться и нажать на кнопку. Обычный, как мы видим, не может. Зовем ветерана. Очень редко сегодня ветераны не справлялись. Разве что братья-задиры подкачали, а в паре быков за более крутого собрата ответил обычный бык. В остальных случаях ветераны, как правило, тащили. Смотрим, продолжит ли тенденцию газетчик-ветеран. Он уже почти дошел до нижней полосы, начинается огненная атака и что мы видим? Вслед за газетой исчез ее владелец. Это неверный ответ. Давненько не было разного рода летунов. Возобновляет воздушную атаку зомби на шаре. И почему я не добавил кактус сюда? Сразу парочку ответов, наверное, это бы вычеркнуло. Ну да ладно, что есть, то есть. Без кактуса зомби Винни-Пух пролетел аж до самого ореха. И, как уже делали его некоторые коллеги, спрятался за широкой спиной Йети. Этот вариант в зачет. Мистер Олдстар выбегает и мчится, как болит Формулу-1. Промчался по одному бассейну, другому и следующий уже проскочил, заторанив Бонг-Чоя. Очевидно, теперь ему уже ничего не светит. Этот вариант я не беру в зачет. А вот кто сразу же внушает уверенность в своих силах, так это римская катапульта. Очевидно, что первая же ваза дарует Йети свободу. Не сразу, конечно, но убить его уже точно не смогут. Вторая ваза только еще больше упрочит уверенность в завтрашнем дне, в которой не все могут смотреть, кроме катапульты. Короче, я начал заговариваться, пора следовать дальше. Неужели я буду проверять даже римских щитоносцев? Да, буду. Открывайте форточки и двери настиж. Ну а чего вы хотели? Я их не проверю, а меня потом обвинят. Типа, а вдруг щиты примагнитит магнит, не выдержит их тяжести, уронит себе на ножку, закричит, бонгчоя вызовет скорую, те приедут и не заметят кнопку ловушки и активируют ее. По-моему, очень даже логичный ход событий. Тем более, что вы на канале дичи, так что не ворчите, а то я сейчас еще и водолазов начну проверять. Кстати, о скорой-то я был почти прав. Уже следующим у нас идет хилер, правда без машины. Ну да ладно, он человек старый, память подводит, может просто забыл о ней. Хотя, какой к черту человек, это же зомби. Как вы поняли, после прочтения 2000 комментов я немного утомился и под конец видео я уже мечтаю просто выключить комп и не видеть этих ваших ПВЗ пару деньков. Но мои желания никого не интересуют, контент пилить надо. Почти по заветам Маяковского. Коля выполнил план, посылай всех в известное место. Не выполнил, сам иди на тоже известное место. Отличное стихотворение, кому интересно, загуглите. А хилер наконец-то исчез. Медуза это единственный зомби из толкателей, которую я заспаунил. Ну а чего, она же все равно бросит свою статую. У аркадного хотя бы из автомата 8-битные мертвяки появлялись, его нельзя было спавнить. А это мадам Змеюка и так пусть радуется, что вообще попало в видео. Хотя, чему тут радоваться, если тебя ждет прожарка по максимуму. Последний зомби из этой локации это Громила Гладиатор. Что мы можем о нем сказать? Ну, во-первых, у него столько же ХП, сколько и у Юрского, а это значит, что он без проблем отправляется в копилку правильных ответов. Ну а еще он быстрее, за что я выражаю ему искреннюю благодарность. Гаргаимп это гарг на минималках. Так какого лешего я его проверяю? Ведь это еще несколько лишних минут работы. Иногда нужно мозг подключать. Ну а нет, пусть идет. В отместку я его пущу на верную смерть. Хорошо, хоть он достаточно расторопный товарищ. Сисадмин из Зокорп фигурировал несколько раз в ответах и был даже в топовых вариантах. Не знаю почему, может быть кто-то подумал, что я его выпущу на веревке. Однако я уточнил, что не считаю парашютистов. А именно к такому роду я отношу всех, кто появляется на стропах вертикально сверху. Так что он вышел своим ходом и героически принял смерть. Зокорп на стуле это почти аналог Олл Стара, только этот еще и не теряет скилл при спавне. Он тоже доезжает до центральной полосы и там идет к косилке. Да, есть мнение, что он и Олл Стар могут остановиться на второй полосе, затем съесть смородину и теоретически отброситься наверх к ореху. Но я во-первых так ни разу и не добился попадания на вторую полосу, а во-вторых я не представляю, как должно повезти, чтобы еще и потом наверх залететь. Короче, это какой-то вариант из разряда фантастики. Не считаю его даже пограничным. В отличии от Дамы из Зокорп. Вот ее мне все-таки удалось отснять таким образом, что она даже ловушку активировала. Правда не знаю с какой попытки, но факт есть факт. Это пограничный вариант, как правильно и подумало подавляющее большинство из вас. Гаргантюа из Зокорп еще более слабенький в плане здоровья, чем все остальные гарги, но зато он умеет работать головой. Правда совсем не так, как можно подумать. Как говорится, заставь Гаргантюа богу молиться, он и лоб расшибет. Хотя надо отдать ему должное. Лупит он башкой что надо и очень быстро. И все-таки это ему не помогает в данном испытании. Мы уже совсем близко к финишу. Осталась последняя локация, а именно цирк. Первым представление открывает шкатулка головой. Он является полным аналогом кирпичеголового, но с небольшим сюрпризом в шкатулке. Поэтому его и придется проверить отдельно. И в него даже верили. Писали его в ответы без упоминания других крепких базовых зомби. Так что кредит доверия был солидный. Хотя по большей мере его выписывали не самому зомби, а его макаке. И вот она его не оправдала. Это неверный ответ. А теперь виновники появления ловушки с камнем в загадке. Именно из-за них я ее и добавил. Я специально поставил бонгчоев перед бассейнами, чтобы они разбили близнецов и один из них полетел на ловушку. Представляете, что все, что я сделал, только из-за них. Я не виноват, что потом все превратилось в загадку и вообще вот в такую хреновину. Я на самом деле планировал совсем другое видео, но затем что-то пошло не так и мы получили вот это вот все. В принципе у меня почти все рубрики так и родились из спонтанного эксперимента или какой-то коротенькой дичи. Вот вам секрет моих идей. Теперь один из самых распространенных ответов, причем принцип его победы описывали совершенно разными способами. Кто-то написал, что фокусник телепортирует Йети, хотя это в принципе невозможно. Кто-то написал, что он сам себя телепортирует к подсолнуху, но и это в случае со спавном невозможно. Фокуснику не хватает времени на второй трюк, так как он не появляется своим ходом. Он гораздо раньше сгорит, так что и третий вариант с голубями тоже не прокатит. Иллюзионист вообще неправильный ответ в моих условиях. А я предупреждал, что зомби спавнятся, а не выходят сами. Фокусник не из тех, кто теряет свой скилл, так что все честно. Не знаю как, но многие видели победу и за Факиром. Видимо в расчете на его расторопность они предполагали, что он одолеет Джеков в огненной перестрелке. Ну что ж, давайте посмотрим, тем более что Факир действительно очень быстр. Бонгчоев он испепелил, спускается вниз и он реально быстрее Джека, но только лишь одного. Как-то даже обидно за Факира, но Джек действовал по принципу «приходи один, мы тоже одни будем». Еще одна ошибка – это зомби на ходулях. Тут, я полагаю, было ошибочное мнение, что он может пройти мимо бассейна, как это делает, проходя мимо защитных растений. Но ходули все-таки увеличивают рост и, так скажем, дорожный просвет ходока, а не иммунитет к стрелкам бассейна. Он как миленький идет вниз, где его быстренько снимут с ходуль и с поезда этой жизни. Ах, как прозаично. Вторая пушка в игре выезжает. В отличие от первой, в ней только один заряд, зато более прочный и с огромным радиусом поражения. Именно этот радиус и делает из данной пушки пограничный вариант, а не стопроцентный. Если имп залетит наверх, то да, Йети выживет, а если на любую из четырех других полос, то не выживет. Причем на кнопку с ловушкой этот имп залететь не может в принципе. Ну и наконец-то последний из мертвяков на сцене. Это у нас цирковой Гаргантюа. Да, он очень сильный и внушительный. Фактурный такой мужичок, но здоровье у него столько же, сколько и у обычных Гаргантюа. Так что тут тебе не фокусы показывать, тут нужно с Джеком договариваться. А это очень непростое дело. В общем, чего тянуть, это неправильный ответ. На этом все. Давайте уже скорее к итогам. Всего я насчитал 23 правильных ответа и 5 пограничных. Загадка выдалась сложная и, так скажем, массивная. Было очень много ответов с 18 и с 19 и даже несколько ответов с 20 правильными вариантами, но которые не попали в число победителей, потому что написали позже других подобных ответов. Теперь, внимание, я готов назвать 8 победителей. Макс Мун, Барон, Йоси Кава, непроизносимое сочетание букв, Татьяна Бондаренко, Рекроллинг Рыцарь, Голубь Геймер и Реализ. Поздравляю этих ребят. Некоторые, кстати, уже побеждали. Особенно хочу отметить Макс Муна, ибо он вообще без проверки чисто на своем знании игры сразу же еще в чате прошлого турнира назвал большинство правильных ответов. Все победители должны в течение нескольких дней написать мне в разбар. Ссылка в закрепе и описании. Убедительная просьба не пытаться выдать себя за победителя. Еще ни разу меня никому не удалось в этом плане обмануть, а попыток было ой как много. На этом на сегодня все. Надеюсь, никто не огорчился, загадки еще будут в будущем, причем не только на составление команд. Будут также разыгрываться и другие призы. Обо всем этом я всегда рассказываю заранее в телеграм-канале, так что не забудьте туда подписаться. Ну и хотелось бы рассчитывать на рекорд под лайком под этим видео, потому что работу я проделал огромную. Хронометраж получился у видео ого-го. Теперь я с вами прощаюсь, увидимся в следующей дичи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok